здравствуйте уважаемые зрители ко мне пришли еще две ручки эти ручки фирмы hero фирма фиг кстати мне очень нравится и поэтому я периодически к ней обращаюсь я имею ввиду к каталогу до самой фирмы видимо еще меня не допускают но есть надежда вот это все шутки но тем не менее вот выбрал в этот раз две такие ручки одна ручка вот это вот hero 616 это по просьбе одного из моих подписчиков сначала они поподробнее да еще хочу сказать что внезапно на просторах интернета наткнулся на канал канал итальянского пользователя который точно также делает обзоры на ручки ссылочка на этот канал оставлю под видео я думаю что вам будет очень интересно потому что настолько мы с ним одинаково делаем эти обзоры что даже страшно становится но мы с ними договаривались это вот он тоже кстати заметил так что добро пожаловать к нему на канал хоть он и говорит по-итальянски но думаю там в общем то все понятно и собственно я не к тому чтобы вы посмотрели одно и то же а у него на самом деле другие ручки есть интересные ручки есть есть ручки как китайские так ручки итальянские поэтому внизу под видео будет ссылочка и там собственно наслаждайтесь каналом моего итальянского друга хотя мы с ним не знакомы и так ручка hero 616 по внешнему виду она представляет собой обычную школьную ручку но единственное что тут вот я вам покажу сама защелка зацепка она напоминает очень известный бренд вот вряд ли я думаю что китайские производители хотели подделать именно этой ручки именно этот бренд но какой-то намек есть значит цвет я взял там есть разные ручки разных цветов черные по моему такие коричневые и вот такой вот морской волны я взял на крышечке здесь написано по-китайски hero 616 да вы знаете что это чисто напоминает в мое время китайские ручки школьные и она таковой и оказалась открываем вот она что из себя представляет обычная ручка совершенно закрытым пером собственно все пластиковый корпус вот фидер посмотрите такой совершенно обычный что внутри внутри на резьбе да здесь тоже написано кстати hero но только по-китайски судя по всему уже начал немножко понимать заборничек на резиночки сейчас мы попробуем его заправить значит с оправкой соответственно нажиманием это резиночка на затягивает чернила закрываем да ну перед тем как заправить измеряем ее вес так ну вот порядка 13 грамм она весит собственно тут и весит то нечему один пластик очень легкая ручка очень мне кажется что когда мы учились они были гораздо тяжелее мы видим потому что там нормально использовался металла этим видим какой-то такой достаточно легкий ну и по длине по длине она 13 и 8 13 8 сантиметров диаметр в самой широкой части порядка 11 миллиметров ну 10 там с чем-то вот 9 на конце корпуса и на крышке порядка 9 тоже миллиметров вот но это собственно не важно так и просто так я просто сделал измерения такие похвастался штанами церкви вот такая ручка сейчас попробуем мы ее заправить заправляет убойную синими чернилами у меня кстати спрашивают спрашивают где ты берешь чернила ну вот эти чернила которые я беру на заправку сейчас я покупал в книжном магазине в обычном книжном магазине купил чернила обычные школьные хорошие или плохие они ну не знаю я писал в общем то ну вот когда уже на работе купил чернила паркер так наша занятая тряпочка ну мне показался немножко получше хотя это такое в общем то мнение личное ну так заправляем излишек конечно назад да чем еще скажем так ручка здесь нельзя поставить картриджи это все намертво вклеено значит собственно в эти части обе намертво склеены поэтому поставить картриджи здесь не получится только заправка да 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 Продолжение следует... Ну, перо достаточно жесткое, и толщины регулируются в очень маленьком диапазоне, поэтому это, видимо, чисто такая студенческая учебная ручка, которой не требуется красоты, а, в общем-то, требуется, чтобы она долго писала. Ну, попробуем что-нибудь такое более развернутое написать. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это... Продолжение следует... Ну, вот, в общем, как я и говорил раньше, перо достаточно жесткое, но, тем не менее, пишет, как вы видите, совершенно без прерываний. Очень хорошая подача самих чернил, и, видимо, что рассчитано на большую заправку, на долгую работу. Поэтому, я думаю, что это чисто студенческое перо для экономии, в общем-то, можно ее покупать. Ручку я покупаю в одном из магазинов на Алиэкспресс, это магазин Дэшэнг, ссылочку на него я оставлю под видео. Ручка данная стоила... Стоимость этой ручки 300 рублей сейчас, на данный момент. Посылка шла 23 дня, в общем-то, без совершенно каких-то проблем. Вот такая вот ручка Hero 616. На этом все, пишите комментарии, спрашивайте, будем смотреть, может быть, другие ручки, предлагайте. На этом заканчиваем, всем счастья, удачи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok